Всем привет! Вы смотрите Объектив, обозреватель в мире кино. Сегодня я расскажу вам о новинках мировой киноиндустрии. Меня зовут Кира, устраивайтесь поудобнее. Поехали! Прошло лето и в прокат вышел новый блокбастер «Мир юрского периода 2». Это очередная франшиза о генетически модифицированных динозаврах, которых люди все никак не могут оставить в покое. После его просмотра у меня осталось впечатление, что фильм все время крутится вокруг одного присмыкающегося, который по сути является тем же самым из первой части. Да, создатели придумали, казалось бы, новую сюжетную линию по спасению оставшихся особей. Но потом опять вернулись к гибриду, который убивает все на своем пути. Она под наркозом. Так, давай подходи. Поняла. Ты там как? Все хорошо. Несмотря на примитивность сюжета, кинолента снята очень зрелищно с множеством спецэффектов, которые не могут не удивить. Поэтому в целом кинофильм заслуживает положительных оценок. Ведь где еще можно увидеть самых настоящих динозавров, кроме как в кино? Сколько их можно спасти? 11 видов. Блю последний из ее рода. Вы не сможете ее поймать. Зато ты знаешь того, кто сможет. Спасти динозавров? Что может пойти не так? Привет, Блю. Мы же друзья. Пойдем со мной. Здесь оставаться опасно. Все назад сейчас же. Они обманули нас. Ты заставил рапторов повиноваться. Только представь, сколько может стоить дрессированный хищник. Их готовят к продаже. Только не Блю. На нее у них другие планы. Что это такое? Встречайте! Самые опасные животные на Земле. Пора завязывать с этим беспределом. Малышка, мы с тобой на одной волне. Заигрывать с генетикой опасно. Ящик Пандоры уже открыт. Блю! Если я погибну, помни, что я ввязался в это ради тебя. Шучу, расслабься. Динозавры жили на Земле до нас. Если не одумаемся, только они здесь и останутся. Грядет новый юрский период. Красота страшная сила. А вот что делает тем, у кого ее нет. Об этом нам расскажет создатель фильма «Красотка на всю голову». Это история о девушке, которая решает похудеть, но вместо этого получает травму головы и начинает верить в свою абсолютную неотразимость и привлекательность. Ищите кому-то подарок? Нет, что-нибудь для себя. У нас только стандартные размеры, а ваш, может быть, найдете в интернет-магазине. Ясно. Я вот что поняла. Сколько бы нам не твердили, что главное – внутренний мир, женщины прекрасно знают, для мужчин нет ничего важнее внешности. Несмотря на комедийный уклон, в сюжете фильма заложена вполне здравая идея. Создатели фильма пытаются показать зрителю, что неважно, как ты выглядишь, главное – как ты себя преподносишь. И если ты уверен в себе, то и другие это обязательно почувствуют. Кстати, эта юмористическая картина стала дебютом в режиссюре большого полнометражного кино для знаменитого дуэта сценаристов Эбби Кон и Марка Силберштейна. Ты как? Тебе не кажется, что я страшная и толстая? Так бы взяла и съездила по твоей физиономии. Даже мой скелет, небось, толще, чем ты. Допробовала я эти онлайн-знакомства. Дальше фотки никто не смотрит. Как же это бесит! Мне всегда хотелось узнать, каково это – чувствовать себя неотразимой. Все нормально? Вы сильно ударились головой. Стоп! Это я? Это я? Бог ты мой! Вы видите это? Да. Я – красотка! Понимаю. Вы меня не узнаете. Но это я! Рене! Что происходит? Свихнулась. Почему вы считаете, что достойна этой должности? Понимаю. С моей внешностью я могла бы работать моделью. Но я хочу большего. Ох ты. В моей жизни все круто изменилось. К сожалению, многие люди не знают себе цену, но ты явно не из их числа. О, там конкурс бикини! Ди-джей музыка! Ди-джей музыка! Ди-джей музыка! Ди-джей музыка! А сейчас немного драмы. Сегодня на большие экраны выходит историческая кинолента о подвигах популярных исследователей в Арктике. Главные герои – это участники Великой Северной экспедиции в составе Ленской Енисейского отряда. Несмотря на то, что фильм начинается как легковесная приключенческая комедия, наподобие сериала «Гардемарины вперед» завершается он как пафосное героическое кино, в котором, по моему мнению, достаточно много шероховатостей и топорностей. На небе много звезд, их всех не счесть, и все они блестят, мерцают. Но лишь одна не изменяет место, указывая жизни, путь, судьбы, любви. Съемки фильма проходили в Якутии и в Карелии. Там по старинным чертежам воссоздали дубль «Шлюп Якутск», на борту которого разворачивается значительная часть событий кинокартины. И что еще стоит отметить, съемочная группа не поленилась и объездила половину России ради красивых кадров. Я посылаю вас дойти до морских границ Отечества нашего и утвердиться там. Чтобы корабли русские и Андреевский стяг во всей Европе почитаем бурл! По местам! Прибыл ваш штурман Семен Челюскин. Меняем голос! Не всякий охотник на север дырти, понимаешь? На север? Это воспитанница Беринга! На корабле женщине не место. Глади курс на разворот, обратно пойдем на Якутск. Дайдш Крест на все экспедиции. Пусть остается, что... В Боле две воли есть. Чего возьмет, тот и дойдет. Пока море льды не сковали, нужно успеть дойти до Енисея. Мы в экспедиции, и она еще не окончена. Ты далеко идешь. Лертый ход. Там тебя никто не ждет. Он погибнет без меня. Я ему нужнее. Дело это гибельное. Но мы русские. Ну что, киноманы, на этом у меня сегодня все. С вами была Кира Николаева. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok